Приветствую вас дорогие зрители на своем канале, вещать сегодня будет Jedi46, а темой для ролика в этот раз станет разбор изменений, которые затронут альтернативную ветку американских линкоров, и в частности венец ее развития Вермонта. Буквально вчера появилась новость о том, что долгожданное тестирование измененного американского утюга завершилось, и уже в следующем патче вся ветка, включая Канзас и Миннесоту, получит серьезные бафы. Пожалуй, стоит уточнить, что это видео не гайд по кораблю, а скорее разбор изменений и ключевых моментов, на которые, как я считаю, стоит обратить внимание. Итак, поехали. Весь список изменений, которые коснулись Вермонта, вы можете сейчас увидеть на экране, и все они по сути сделаны с одной целью – максимально возможно повысить комфорт и живучесть корабля, именно те параметры, которые в нынешней концепции очень сильно страдают. Если на старом Вермонте, попав под фокус выжигателей, или словив веер торпед и сминца, вы уже могли потерять больше половины хп, или вообще уйти в порт, то на новом корабле будет как проще избежать таких ситуаций, так и выжить в случае, если вы все-таки подставились. Начнем с обновленной хилки. Она теперь перезаряжается в два раза быстрее, по аналогии с Агайо, да и в довесок может регенить половину урона, полученного в цитадель, в том числе и торпедного. А значит и жить теперь корабль будет в разы лучше в любой ситуации, будь то фокус от фугаса плюев, пара пойманных торпед и сминцев, или удачный залп противника вам в борт. Вдобавок к этому немного увеличили бронирование бортов в области каземата, что сделает корабль еще менее уязвимым к огню противника. Но, пожалуй, главное изменение это маскировка и новые параметры двигателя. Первую улучшили почти на 2 км в базе, и теперь при полной раскачке Вермонт будет светиться только с 12 км в 600 метров, что для его размеров просто удивительно. Второе же требует отдельной демонстрации и комментариев. Да, корабль все еще очень медленный, и даже с флажком и перком на скорость выжмет разве что 26,5 узлов. Однако, та динамика разгона, которую он получил, позволяет этой гигантской барже иногда косплеить французские крейсера в их игре скоростью и уклонением от залпов. А уж про то, что вражеским эсминцам теперь крайне трудно угадать с упреждением при торпедном пуске, я вообще молчу. Для наглядности я лучше покажу, как разгонялся Вермонт до и после изменений, и вы все сами поймете. Посмотрим, за какое время корабль наберет скорость в 25 узлов при взятом перке и флажке на скорость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Примерную разницу вы можете заметить на этом графике. В целом, эти изменения вряд ли как-то отразятся на эффективности орудий корабля. Более того, с новой баллистикой на Вермонте еще чаще можно будет проворачивать один забавный трюк. При стрельбе дальше, чем на 20 километров, снаряды чаще будут попадать не в борт противнику, а в его менее защищенную палубу, проламывая ее тонкую броню, что с учетом калибра позволит бить цитадели даже тем кораблям, которые редко ловят их и при стрельбе в упор. Опять же, для подтверждения покажу вам небольшой отрывок из тренировочной комнаты. Продолжение следует... В общем, как ни крути, обновленный Вермонт хоть и остается утюгом без скорости, но уже куда более комфортный и пригодный для игры. Так что я считаю эти изменения просто прекрасными и, возможно, даже пересмотрю свое отношение к этой замечательной барже. Ну а на этом краткий обзор реворка Вермонта подходит к концу, ставьте лайки и подписывайтесь, если видео было полезным или интересным, а те, кто хочет полноценный гайд на этот замечательный утюжок, пишите об этом в комментарии. Всем удачи и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok